Хороший, добрый, вежливый, умный, смелый, милый, спортивный, здоровый, самец, читающий, воспитанный, свободный. Этими качествами самые маленькие воспитанники детского дома описывают настоящего спортсмена. Таково условие одного из этапов отбора. Определить, кто из ребят действительно хочет отправиться в велопробег, приехал руководитель агентства молодежной политики Сергей Ладыженко. Нет, 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 это снова отбор. Почему? Потому что вот этот вот с новым гвардистом не может быть. Интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы, знания видов спорта и тех, кто их представляет, желательно для успешного кандидата. К слову, некоторые из этих ребят совсем скоро сами смогут стать известными спортсменами. Ирине 15, в свой юный возраст она освоила уже 4 вида спорта. В будущем хочу играть в сборные по футболу. Хочу продвигаться дальше. Самое главное это Енисей команда девочек. Я где-то, ну сейчас выйду из детского дома, сейчас полгода еще поиграю в Сибирячки и потом перейду только в Енисей. Участие в велопробеге дает ребятам шанс стать волонтером предстоящей универсиады. Именно поэтому жюри уделяет так много внимания спорту. А детям это нравится, они без умолку рассказывают о том, чем хотели бы заниматься сами. Я не умею кататься, но я хочу попробовать на кальках кататься. А почему хочешь научиться? Просто, чтобы уметь кататься на кальках, чтобы меня все хвалили. Ну это как с горки катаются, вот такие, и там вот держатся за друг друга. Если не будут действовать в команде, то они проиграют. Это за время. То есть команда самая главная? Да. Играть в команде эти дети умеют. Они не понаслышке знают, как важно порой держаться вместе. А общение с новыми людьми для них и вовсе неоценимо. Они находятся все время в одном коллективе и практически постоянно общаются с одним и тем же кругом людей. Для них, конечно, вот это что-то новое открывает их самих как личностей. И позволяет им больше узнать о себе в первую очередь. О своих способностях, возможностях открыть себя в чем-то ином, другом. В этом году в велопробег отправятся 50 воспитанников детского дома. Вместе они пройдут тысячу километров по югу края. На этот раз основная цель заезда не только обрести семью, но и найти друзей. А также получше узнать самих себя. Участвуя в этом проекте, сегодня здесь участвую в отборочных состязаниях, они общаются друг с другом, они соревнуются друг с другом, они придумывают что-то. Кто-то из них делает что-то в первый раз, преодолевая, может быть, себя, свои страхи, сомнения. Это все важно. Это в конечном итоге помогает ребятам становиться еще более социализированными, еще более активными, еще более открытыми. Победила в конкурсах команда под звучным названием «Позитив». В ближайшее время отбор участников состоится еще в трех детских домах края. Виктория Лопатайте, Алексей Овсяников. Новости.